С ведрами и флягами ежедневно в 4 часа дня жители Троицка подтягиваются к местному магазину. Это место остановки трактора, на котором доставляют людям воду. Она с недавнего времени и особенно ценный продукт. Лишний раз и руки не помыть. Лишний раз вот что-то где-то куда-то. Огород мы вообще уже не перестали поливать. Мы не поливаем огород. Воду в поселке отключили неделю назад. Причина, по словам руководства сельской администрации, поломка скважины. Людям организовали подвоз воды. Но ее цвет местных, мягко говоря, смутил. Вода перестала бежать, а у всех дети, у всех животные. Просто начали привозить воду. Первый день вообще привезли ужасную воду. Я вам скидывала фотографии вот этого морковного сока. Мы ее отстаивали, мы ее кипятили, мы делали себе чай, готовили еду, мыли посуду. Потому что хоть какая-то ржавая, так она хотя бы есть. Воду развозит местный житель. Он берет ее из своей. Скважины и курсирует по селу. Но всем воду не доставишь. В Троицке почти 700 жителей. Каждой семье нужно и постирать, и приготовить. У большинства еще есть огороды хозяйства. Из-за дефицита воды сельчане даже стали ругаться. Туалетом уже не пользуюсь. Бочок, сынок сказал, зальем. Я говорю, нет, надо воду экономить. Хожу на улицу. Ну, помаленьку. Еще сейчас волнительно то, что овощи. Сейчас тут капуста подходит. Все, она пропадет. Ладно, я то все брошу. Огурцы насолили там, ладно. Морковка это потерпит. А капусту ее щелить надо, где вода. Вода в скором времени появится. Успокаивают в местной администрации. Но попытки реанимировать прежнюю скважину не увенчались успехом. Насос качает полторы минуты, потом просто отключается и все. Когда сделали осмотр, вытащили насос, посмотрели, она просто песком забилась. Рабочие пытаются расконсервировать запасную скважину, что находится рядом. Если и этот вариант не сработает, будут тянуть водопровод от самого райцентра к Алманке, что почти в пяти километрах от поселка. Жители Троицка такой перспективой весьма озадачены. Думают, сколько ж продлятся такие работы и что делать с хозяйством. А главное, где все это время брать воду хорошего качества и в достаточном количестве. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов. День с толком.